всем доброе утро я на своей родной речке лесной воронеж она превращается потихоньку правда в ручей очень мало воды прямо не знаю относительно наверно обычного уровня ну больше метра сто процентов нет отсутствует в общем не знаю что она какие сюрпризы преподнесет сегодня надеюсь хотя бы сетей не поймаю так рыбачить мне предстоит сегодня на крупные приманки взял с собой свим бейты пришло несколько новинок вот решил попробовать их разловить по осенние щуки снасть буду использовать это удилище дали пророкс 40 120 грамм тестом катушка шимана транс 301 приманки будут тяжелые где-то от 45 там парочка меня есть 45 50 грамм остальные где-то 70 80 до 100 грамм общем сим бейт даже по моему один есть китайский больше 100 грамм что-то в районе 125 что ли точно не помню может быть где поглубже попробую использовать его приманки крупные посмотрим что из этого получится погода сегодня морозит утро выдалось такое минусовое ночь была скорее всего пару градусов уже мороза ветер юго-восточный пока не меняется давление чуть-чуть упало надеюсь на клев нашей местной рыбки это никак не скажется посмотрим что из этого выйдет так наверное попробую начать с новинки с одной из новинок посмотреть что она из себя представляет это приманка от им акацу фирма такая японская называется он вас строит такой вот сим бейт с мягким сменяемым хвостиком вот весит он чуть помогу 80 грамм длина у него 170 сантиметров натуральный такой расцвет под баса но в нашем плане я думал больше на ротана похож по цвет он по моему медленно тонущий сейчас посмотрим что он на себя представляет попробую сегодня применить вот такие перчатки это рабочий вариант какой-то не помню фирмы заграничный в общем а написано по-русски вот какой-то бренд юнит ойл в общем это заказывалось на работе они такие теплые а здесь они якобы водонепроницаемые поскольку перчатки неопреновые вчера утром от воды который стекает со шнура показали себя не очень пальцы в общем между вот эти два пальца который под катушкой на который все время попадает вода не очень были так посмотрим сначала у лодки ну приманка очень медленно тонет она практически нейтральный плавучесть если не поводок она вообще на не тону прикольно играет даже вот на рывках если вести широко очень широко гладит прямо разворачивается полностью практически на 90 градусов общий угол где-то 180 получается и интересно то есть прямо на меликах на каких-нибудь такие нерезкие рывки не он заглубляется то есть на сильно мелких местах не получится использовать но приманка интересно попробую равномерку ну блин как настоящая рыбка можно даже делать катушкой проводку супер этой приманкой я доволен сейчас пойду немножко выше по течению пройду вот эти вот места у травы в этом за тончика сейчас обкидает дальше чуть-чуть пройду тоже там порыбачив а потом уже вниз по течению поскольку рыбалка непродолжительно сегодня будет сильно по километражу посмотрим что из этого выйдет в общем немножко покидал приманку бас роид понял то что она очень классная то есть можно ее равномерка вести и она очень хорошо прям рыска и так в разные стороны очень размашистая игра у нее но в этой приманки разработчики предусмотрели такую интересную фишку но это все-таки басовая приманка она заточен под разная активность рыбы то есть там есть в нижней части где с как бы скрепляется две части этой приманки в нижней и зоне есть отверстие и в эти отверстия помещается разобрав нужно разобрать приманку поместить туда отрезок моно лески чем больше количество отрезков или чем жестче может быть данная леска там по моему моно или флюрокарбон это очень не знаю наверное флюрик и в общем тем менее размашистой будет играть приманка соответственно я их убрал там был изначально один установлен отрезок я его убрал и приманку меня имея час самый активный ход то есть она из стороны в сторону прям перемещается очень хорошо можно делать вот такую проводку то есть два оборот катушки причем второй оборот более резкий или два резких оборота неважно в общем приманка рыскает прям как джеркбейт практически можно вести равномерной проводкой на тоже очень хорошо рыскает из стороны в сторону при этом если делать после оборота паузу то есть приманка уходит в глайд и если делать паузу она еще дальше туда уходит летит только на плохо на вся вертится ну сколько здесь метров 25 наверно максимум можно их забросить на улице мороз кольца обмерзают нос немножко начинает застывать в общем такая погодка по-настоящему глубокая осень рыбка что-то пока себя никак не показывает сентябре здесь как бы щука наличие щуки было в этом месте но сейчас что-то не знаю водичка нам прохладно может она отсюда уже ушла на более глубокие места не знаю либо просто не кормится стоит пассивный в траве в общем наверное холодно еще сейчас может быть солнышко зайдет хотя вчера первую я поймал солнышко еще не поднялось прошел я более глубокий участок получается по левому берегу здесь вот трава есть кое-где с левой стороны поменьше травы но результата никакого пробую разные проводки той приманки вас ройт от им акацу и равномерный под конец уже пробовал и рывковую и джерковую короче разную на джерковой проводке когда подтяжки более такие плавные он заглубляется глубже до метра где-то приблизительно поставил другую приманку тоже новинка моем арсенале это компании джекл даун свиммер 220 медленно всплывающий в общем принципе с платком титановым таким вот довольно таки крупным это приманка получается нейтральной плавучесть но не тонущий в общем так на проводке он не заглубляется сильно его можно проводить как так вот рывковая анимация он плавно переваливается типа как джерковая такая проводка несмотря на то что приманка трехсоставная можно катушкой тоже это делать принципе он немножко подныривает мордочкой вниз но потом она всплывает а можно равномерной проводкой проводить у него хорошая игра тоже вот сейчас будет более-менее такой неглубокий участок летом он был весь заросший травой вот планирую этой приманкой сейчас пройти его посмотрим что из этого получится солнышко уже встала но поклевок пока нет вторая новинка в арсенале самый перспективный участок еще впереди ради него то я сюда и приехал все надежды как говорится на тот перекат он летом тоже был весь заросший посмотрим что из этого выйдет пока я иду к нему надеюсь что щучка проснется к этому моменту приманка обалденно играет смотрел японские ролики как на нее ловит баса конечно шикарно чувак кидает приманку под лопухи под разные и оттуда такая стая здоровых большеротых окуней выскакивает на эту приманку штук по пять у меня пока никто не выскакивает я только начал на нее рыбачить буду проводки разные пробовать и равномерно и может быть процессе одной из ну то есть забрасываю пробую разные проводки где-то катушкой где-то равномерка будет а до весит он 100 грамм где-то приблизительно удочка кидает великолепно то есть теста удилища такой реальный то есть 120 грамм принципе без проблем от палочки кинет и проведет то есть ни капельки я не пожалел что приобрел данную палку цена у него такая бюджетная можно сказать а качество огонь и чувствительность очень хорошая буквально недавно на этой рыбалке приманка ткнулась еле-еле в сучок такой маленький сучок был под водой и прям в руку очень серьезно передалось это несмотря на то что у меня перчатки такие толстые я все почувствовал замечательно бланк великолепный как всегда пока камера включала рыбка сбежала клюнула на глайд шайнер от savage gear не крупная такая с полкилова где-то несет вам клюну выход из переката первая поклевка уже какой час тут плавы так вот я и выхожу на перспективный участок посмотрим принесет ли он мне сегодня хотя бы поклевку щука здесь должна быть это место просто идеальные для ее стоянки сейчас немножко смещусь под тот берег получается под правой пока приманку оставлю эту поскольку на нее уже было несколько поклевок посмотрим если она не будет цеплять траву на принципе опустился смотрю трава ветра сильного пока нет это хорошо потому что вот молодь много мелкой рыбы рыбы ветра нет хорошо потому что якорь не брал сейчас если был еще ветерок спину я бы очень быстро прошел перекат а так мне очень хочется здесь подольше порыбачить потому что после него там еще будет одно местечко и в конце моего пути еще одно такое хорошее местечко перспективным для стоянки щуки если не там не там то тогда мне сегодня не повезло хотел новые приманки разловить но что-то как-то несла духа у меня сегодня с рыбой может быть она чувствует ближайшие несколько дней будет сильные довольно таки изменение погоды может быть из-за этого нет активности сегодня никакой давление вроде падает но не очень резко так сказать вчера немножко упала сегодня тоже снизилась так ну вроде траву не цепляет приманка возможно поставить что-то покрупнее попробовать сейчас попробую поставлю манку который тонет чуть чуть на принес также наверно на проводке на равномерно она гладит пошире тоже приманка целых гир не помню как и называется блик свиммер что ли не помню как он называется в общем этот такой 205 миллиметров свимбей двусоставной он рыскает пошире можно более плавные такие делать им потяжки ой повезло так и так припарковался здесь за травой не хотелось бы пока отсюда под тот берег переходить бум она пошире гладит можно такой более неспешную проводку делать буду пробовать джерковать свимбайтами тонет она чуть поглубже идет то есть на такой проводке чуть-чуть поближе к траве будет длинные слишком забросы нет смысла делать поскольку неизвестно какая там насколько подъем водной растительности впереди лишь бы это не сеть стояли вот эти с этим бутылками потому что здесь иногда ставить сети пока сегодня ни одной не видел не засекал так сказать ловись рыбка большая и побольше утром забыл сказать вот она и не ловится места здесь шикарный вот как-то этот начинал рыбалку когда мне давно здесь на воблеры хорошо ловилась прям я помню осень такая пасмурная дождливая погода моросящий дождик и китайская рудра здесь просто выстрелил у меня так и трава я был очень рад поймал здесь тоже одну неплохую щучку так тишина периодически буду бросать по диагонали к тому берегу посмотрим принесет ли мне этот интересный участок хотя бы поклевку я уж не говорю про рыбу солнышко уже припекает по осеннему так ветерок меня погнал погнал посерьезнее уже так ветерок исчезни пока на полчаса дай мне половить здесь поймать здесь дешнюю крупную рыбу вот еще один кружок как раз я к нему подошел их не видно не желтые какие-то написано рыба на всех на них написано рыба маркером вижу грузик и куда-то в траву ходящий поводок зеленый не видно ни живца как на такие кружки можно ловить таких условиях это только на удачу живец зашел в траву даже непонятно где он там есть я знаю что в пучке он в том сидит и все потом собираю их по речке езди без щуки смысл такой рыбалки не знаю вот она была вон она келушная прям схватила на что-то быстро выплюнула не успела засечь ее такая где-то грамм 800 муж килограмм кстати поклевка я практически не почувствовал то есть такого прям она получается на ход приманки клюнула я ее видел черный такая но не крупные вот 3 поклевочка есть а вот и разловил я бас рот бас рот щучка жадно атаковала неплохая тоже кило где-то из-под этих кустиков нормально ух какая ух какая сильная мощная но против моего сачка не справишься опа есть наконец-то нашел я рыбу уже даже не ожидал она нашлась такой ударчик был прям классно японская приманка разловлена на джерковой проводки из-под этих кустик она взяла а келушные где-то щучка небольшая но зачетная я уже думал совсем все плохо вот она атаковала он причем как снаружи зацепилась то есть атака была вот приманка вся коцаная как те взять за челюсть занижен тут сойти бесполезно отдай ну вот щучка а вот приманка нормально зачет взяла щучка примерно в том месте где я сейчас нахожусь то есть вот на дне видно растительность такая но не густая буквально кинул я вот из-под моста и где-то вот здесь вот она атаковал приблизительно перед лодкой ну то есть просто я так понимаю просто рыбы нет в других местах все перспективные места уже прошел где надеялся увидеть поклевку и поклевки были вялый один даже сход и несколько неудачных атак может быть сейчас немножко активизировался клев не знаю с чем это связано моет обха поимка может просто дошел и наконец до тех мест где есть рыба между прочим до этого на предыдущих рыбалках я в этом месте тоже пробовал но никогда здесь ничего не клевала это уж так просто для профилактики шел думаю дай-ка я брошу вдруг что то есть она бац и есть нормально тут такой завал из деревьев сейчас мы его пройдем с одной стороны есть лазейка лазейка есть а там дальше уже пойдут совсем не рыбные места не знаю что предстоит еще увидите сегодня принципе еще только утро не за сколько время часов может быть 10 утра шанс по идее на поклевку поимку чего-то еще есть посмотрим повезет ли мне еще можно дождит здесь стоял с реагировал на всплеск упавшей приманки под этим завалом мусора так сейчас попробуем пройти всегда проходил проблем не возникало дерево повалили после стройки так понимаю может быть и до стройки и не расчистив здесь трассу нам прокладывали так прохожу в притирку прошел прошел вот я уже на берегу напоминаю это был третий день моего отдыха рыбалка сегодня была на свимбейты поклевок было очень мало хотелось бы конечно побольше почаще все перспективные места сегодня молчали такое ощущение как будто рыбы вообще нет не знаю сейчас время где-то обед я уже на берегу собираюсь было всего лишь четыре поклевки всего одну рыбку удалось подержать в руках один сход некрупной щучки и 2 невнятных поклевки вот и все чем я могу похвастаться в конце видел одного шнурка грамм наверно 400 преследовал мой глайдер приманка шла из стороны в сторону их не щучка тоже под не шла так интересуюсь виляя из стороны в сторону атаковать не стала единственно с чем не повезло это погода погода сегодня шепчет ветерок слабенький солнышко тепло ну то есть для рыбака комфорт утро конечно был морозный прохладный но ничего страшного это осень по поводу завтрашних значит своих путешествий пока не знаю куда точно поеду с какими приманками либо может быть на речку с крупным джигом планирую возможно либо на пруд с крупными колеблющимися блестками пока еще не знаю буду думать вторую половину дня буду вести так сказать размышления на тему куда же поехать давление все будут еще сильнее падать к выходным обещают субботу воскресенье дождь так что возможно завтра тоже будет не такая не рыбная как говорится рыбалка посмотрим не знаю пока куда стартануть в общем до завтра всем пока